Ребят, всем привет, с вами как всегда JumboMax, и сегодня мы поговорим про ситуацию с лимитированным изданием Xbox Series X Halo Limited Edition, ну а также опять затронем дефицит консолей и расскажу, как он опасен для девятого поколения консолей. Перед началом видеоролика, как всегда, не забывая подписываться и ставить лайкусик на видос, чтобы поддержать канал. В общем, буквально на днях открылся предзаказ нового Xbox, который обладает довольно стильным, классным, необычным, я бы даже сказал бы, космическим дизайном под Halo. Называется такой комплект Xbox Series X Halo Limited Edition. Эту версию, если что, показывали на E3, и, признаться, я офигел от крутости дизайна, поскольку он реально смотрится стильно. С каждого лайкусик, если бы ты хотел себе такой. В комплекте входит обычный геймпад под Xbox Series, под все листику Halo, сама консоль, естественно, и игра Halo Infinite, которая вроде как будет либо интегрированным в консоль, как это было с Cyberpunk 2077, либо же просто код на игру, но, скорее всего, первое. Несмотря на то, что я не ярый фанат Halo, я офигел от дизайна, и он мне реально понравился, но из-за рациональных побуждений и из-за пустого кармана, уж признаюсь, я такие вещи не покупаю. Поскольку мне важен в продукте не столько внешний вид, как функционал, а именно возможность запускать игры и пользоваться подпиской Xbox Game Pass. А с этим, как вы, естественно, понимаете, отлично справляется и обычный Xbox Series в строго черной расцветке. Если что, данный комплект стоил официально всего лишь 56 тысяч рублей. И, на мой взгляд, это реально подарок для фанатов Halo и Xbox, ибо ценник от простой версии на данный момент, опять же, официально отличается в 5К рублей. Ну, согласитесь, 5К за эксклюзивный окрас – это реально подарок. Но, к сожалению, не знаю уж как по всему миру, но в России, я так понял, как всегда, завезли не так много консолей. И что вы, в принципе, думаете? Конечно, тем, кому, видимо, консоли не особо нужны, просто успели их купить и уже начинают выставлять объявления по 75 тысяч рублей, а то и по 100 тысяч рублей и даже выше. Мне, кстати, в Инстаграме недавно даже эксклюзивное предложение поступило по этому поводу. Мол, го, обменяемся консолями, он мне лимитку с Halo, а я ему свой черный Xbox и еще доплачу ему 50К рублей. А то, видите, человек просто не хочет продавать ее за 100К и остаться как бы без консоли вообще. К парню претензий не имею, ибо он оказался вежлив, но сама ситуация вокруг консоли, если честно, меня уже начинает раздражать. Поскольку, знаете, чаще всего наблюдают тенденции, что их покупают многие не для того, чтобы поиграть или сколлекционировать, а чтобы заработать или там перепродать. Знаете, после этой ситуации еще понимаю магазины, которые ставят ценник выше и продают там консоли в 75К, в 80К, ибо у них есть все-таки налоги, сотрудники, аренда и прочие затраты. И если уж подумать, то игровой магазин в нынешнее время реально сложно содержать, ибо консоли почти не достать, ибо дефицит, и физические игры уже так активно не покупают. Но тут в девятом поколении консоли нормально так зашибает не магазины, а скорее всего простые ребята, которые успели просто урвать какую-то консоль. И просто потом не стесняясь ставят их по 100К, по 150К, и даже при этом не имея на руках консоли, ну мол она в предзаказе, если что я сейчас про limited edition говорю. Ибо она выйдет, насколько я помню, 15 ноября, но на вид их уже якобы можно купить. Кстати, напишите, нормальный ли ценник, и купили бы вы такую консоль за 100К, а то мало ли. Я прекрасно понимаю, что дело каждого, какую цену ставить, но плюс 50К наваром это кучеряво. Даже смотря на такие цифры, думаешь, блин, может быть мне перекупом стать? Просто изи 50К в кармане у папы. Я, кстати, писал на пару объявлений с целью просто узнать, как ребята себя поведут, может быть что-то интересное расскажут. И мне даже один ответил, мол геймпад, который в комплекте, ну вот этого издания, стоит аж целых 16 тысяч рублей, который уже якобы нельзя приобрести отдельно. Пояснение я, конечно, у него не требовал, почему так, но я знатно поугарал, поскольку 16К он явно не стоит. Ибо он не элитный, он просто в эксклюзивной расцветке и отдельно он не продавался. И даже пока не планируется продаваться отдельно, фанаты, конечно, бунтуют по этому поводу, но от компании пока тишина. И да, если что, 16 тысяч рублей геймпад стоит пока что элитный. Если что, он также второй версии и тоже имеет некий окрас в виде хейла. Короче, как вы смотрите на эту ситуацию, как вы вообще к ней относитесь, пишите в комментариях. Лично я, смотря на всю эту тему, понимаю, что в нашем мире по большему счету всем пофигу, что происходит вокруг. Кто взял, тот и молодец. И какую цену поставить, это уже чисто дело выбора. Поскольку консоли реально в дефиците и пока это будет, а будет это скорее всего до 23 года, мы будем и дальше получать подобные ситуации. Кстати, достать консоли, конечно, можно, к примеру, на том же Е-каталог. Там вы сможете посмотреть как технические характеристики, так и самые доступные выгодные предложения. Сможете почитать отзывы ребят и понять, кому понравилось и кому нет. Ну а еще сравнить консоли между собой, чтобы понять, какая подходит именно вам. К примеру, если вам очень нужно 4К, я бы, наверное, посмотрел все-таки на Xbox Series X. И да, здесь еще динамика цен есть. В общем, если ты ищешь себе игровую консоль, компьютеры, комплектующие, то заходи на Е-каталог, так как он все-таки расширился и теперь доступен в Казахстане. Но если смотреть глобально и не сильно опираться на перекупов, то 9-е поколение на самом деле находится под угрозой. Прикол в том, что если дефицит консолей реально продлится до 23 года, а то и больше, я, кстати, почему-то думаю, что это реально, ибо многие говорят, что наладить производство сейчас крайне сложно, ибо тупо нету компонентов. В связи с этим, к моему сожалению, как минимум сократится, скорее всего, актуальность нынешнего поколения. И объясняется это тем, что если дефицит будет еще долгое время, то разрабам будет не особо выгодно делать игры только под дексген, ибо я не раз говорил, что на 8-ом поколении консолей из-за тех или иных факторов сейчас сидит крайне много народу. И тут уже все просто. Смысл делать какие-то супер дексген проекты под новое поколение консолей, раскрывать их потанцевал, когда ты можешь делать почти такие же проекты, как и раньше, и выпускать их еще и на старое поколение, при этом зарабатывая реально много. Просто, как по мне, тут нас ждут всего лишь две ситуации. Либо мы получим через некоторое время еще одно подорожение и игры, и консолей, либо же мы, ой, как не скоро увидим какие-то проекты, которые используют все инновации нового поколения. Просто именно сейчас мы не видим нексгена, поскольку у нас есть привязка к старому поколению. Увы. Соответственно, самая главная проблема в том, что либо компании будут искать какие-то замены тем или иным компонентам, либо же из-за невозможности их заменить, сделают уже другие консоли, которые, скорее всего, будут лучше, так как время все-таки движется вперед. Просто я лично боюсь, что из-за всей этой глобальной проблемы мы не успеем увидеть то, на что способны нынешние поколения. Вы сами прекрасно понимаете, что прогресс он сейчас не идет. Сейчас он просто летит. И, соответственно, такими темпами могут появиться железки помощнее. Игры станут каким-то фигом еще требовательнее, но не инновационнее, ибо железо надо будет все-таки продавать. В итоге, я почему-то очень боюсь, что девятое поколение будет просто промежуточным. Так же, как и консоли Xbox One X и PlayStation 4 Pro. На мой взгляд, они реально крайне мало продержали свою актуальность. Да, они работают, тянут игры, там иногда 4K появляется, но я имею в виду про актуальность. Если не ошибаюсь, то прожили они где-то всего лишь 2 года, и в них стало уже меньше смысла, ибо есть консоли Xbox Series, на которые уже планируются игры, которые не выйдут на старое поколение консолей, в том числе на Xbox One X и PlayStation 4 Pro. Как будет по факту, сказать, к сожалению, крайне сложно, но ситуация на рынке, признаться, далеко не лучшая. Не для игроков и не для компании. Единственный, кто в плюсе во всем этом, так это, наверное, перекупы, которые зашибают неплохие деньги, накручивая на консоли от 20 до бесконечности тысяч. Блин, может реально стать перекупом? В общем, такие вот дела, которые, если честно, многие из нас даже, наверное, не ожидали увидеть, ибо когда я ждал девятое поколение консолей, я о каком-то дефиците даже не предполагал. Но сейчас, зайдя в тот или иной официальный магазин, вы поймете, что с консолями сейчас настолько все фигово, что даже Xbox One или PlayStation 4 найти в данный момент крайне сложно. В общем, буду ждать вашего мнения в комментариях, как вы смотрите на эту ситуацию, кто прав, кто виноват, планируете ли вы стать перекупом, смотря на такой заработок, ну и, естественно, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, дабы поддержать его. Спасибо за просмотр, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok